Всем приветики! Я хотел бы показать вам одну особенность пистолета с пистонами. Многие знают, что пистолет с пистонами работает, собственно, на пистонах. На барабан одевается обойма с пистонами, и за счет нее и происходят выстрелы. Но не все знают, что в обратную сторону барабана можно вставить пульки. Пульки от воздушных пистолетиков. То есть, вот такие. Мы просто вставляем в барабан пульку с этой стороны. Туда поглубже, поближе к пистону. Если есть чем, можно подтолкнуть. Хотя, она может и застрять, конечно. Просто закинуть будет достаточно. Дальше. Одеваете барабан на... Вставляете его в пистолет. Заряжаете. И после чего... Пулька уже готова к полету. Осталось только спустить круг. Собственно, для этого у нас есть кусок бумаги. Как вы видите, на этой стороне уже есть две дырки. От предыдущего видео. А на этой стороне еще дырок нет. Ну и, собственно, сейчас появится. Как видите, дырка появилась. Вот она дырочка. И это говорит о том, что выстрел... Выстрел пистона дает движущую силу, которая выталкивает пульку, и она вылетает с такой силой, что даже пробивает бумагу. Причем сильнее, чем воздушный пистолет. Это выстрел от воздушного пистолета. Видно, что дырочки не особо такие серьезные. Прорвано, но маленько. Маленький. Маленький вот таким вот. Оно аккуратненько так прорывает со всех сторон. То есть, если вот присмотреться, то видно, что с четырех сторон порвано перекрестие. А здесь оно прямо аж вырывает кусок бумаги. То есть, здесь выстрел из пистолета с пистонами даже получается мощнее, чем из воздушного пистолета. Поэтому не стоит, когда вы стреляете с пистолета с пистонами, смотреть в него или тем более играть в русскую рулетку, потому что может быть больно. Вот. Собственно, можно попробовать даже пробить два листа. Для этого возьмем еще одну пульку. Обратно зарядим ее в барабан. Я, правда, не уверен, что там остались... Я, правда, не уверен, что там остались целые пистоны. Но ничего. У меня еще есть еще одна обойма с пистонами. Смотрите, чтобы пулька была... Хотя вы можете зарядить пульки во все отверстия и поставить новую обойму с пистонами. Тогда вы сможете не прицеливаться. Мне нужно посмотреть, чтобы она ровненько стояла, а не где-то сбоку. Потому что у меня пулька одна. У вас же, если у вас все обойма целая, то вам не придется этого делать. По-моему, она уже выстрелена. Нужно новую обойму ставить. Как оказалось, два выстрела там были. В той обойме я это проверил другим пистолетом. Ну, а в этот пистолет, который я вам только что показывал, мы заряжаем новую обойму, чтобы не было такого, что в самый важный момент выстрела придется много расщелкать и пытаться словить тот самый выстрел. Поэтому мы просто ставим новую обойму, заряжаем и готовимся к выстрелу. Вот у нас двойной слой бумаги. Вот у нас пистолет. Стреляем. Ну, и вот мы сюда выстрелили. нет, не пробил двойной лист. Здесь лист пробит, причем пробит жжет. Не, он не пробит, он просто ударило, порвало его и отскочило. Второй лист не дал прорвать. Двойной лист не пробивает. Вот. Но таким вот образом благодаря пулькам можно стрелять из пистолета с пистонами пульками. Потому что не все это знают, но барабан имеет с обратной стороны отверстия специально для пулек. Многие вообще не знают. Кто-то покупает такой пистолетик и просто бегает, балуется. Многие не знают даже про пистоны. Просто покупают и бегают просто так вот щелкают, стреляются, бегают типа они ковбой. там. Ну и мы так и раньше играли, не знали про пистоны. Кто-то потом уже узнает, что а, есть же обойма пистоны. С пистонами бегает. Но не знают, что сюда еще можно и пульки поставить. То есть почти что все как настоящее. Есть заряд, который дает взрыв. и есть пуля, которая благодаря этому взрыву вылетает. Вот. То есть не все так просто. Ну и таким вот образом теперь вы знаете, что этот пистолет может больше, чем может показаться на первый взгляд. Благодаря пистонам и пулькам он может не просто быть как хлопушка, но и по-настоящему стрелять. Ради интереса можно провести еще один эксперимент. Сюда сейчас заряжены пистоны, вставлены три патрона и пакет. Что будет с пакетом? Одна пулька пролетела мимо. Возвращаем ее. Ага. Она не вылетела. Потому что я ее туда заталкивал отверткой. Значит не стоит заталкивать отверткой туда глубоко патроны пульки. Можно. и у меня все расстреляно уже кроме наверно вот этих двух. Вставляем их обратно. Можно даже и так часть обоймы вставлять. Дальше смотрим где наш где наша пулька 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 выпала. Короче по какой-то причине последний выстрел не удался. Пакет не простреливает. Но явно видно что пульки до пакета долетают. кстати когда вставляете пистоны внутрь не жмите пальцами на них потому что если вдруг они загорятся прямо у вас в пальце когда вы надавите то явно же что вы получите ожог. еще один эксперимент полный барабан пулек с обратной стороны пистона одеваем все это на штырек закрываем и попробуем в упор не не пробивает целлофан не пробивает ударяет но не пробивает даже пульки не вылетает это как-то странно ну вот почти пробило да пробило дырка целлофан дырка просто она вот этим вот она порвала по целлофан но вот этот краешек зацепился за пульку и не дала ей выйти а так вот она дырка она зацепилась за краешки не вылетел но порвало то есть довольно таки мощно стреляет если уже целлофан пробивает мне кажется пистолет но почему-то когда дуло закрыто ну полностью от выстрела иногда даже пулька не вылетает не хватает ей что-ли мощи вот теперь вылетел когда закрыто дуло почему-то бывает даже не вылетает вот таким вот образом теперь ясно что все-таки может пробить этот пистолет целлофан но из-за того что дуло закрыто бывает воздуху видимо некуда выходить и из-за этого пулька даже не вылетает когда дуло закрыто а когда все нормально когда дуло открыто то пулька хорошо вылетает и в принципе ее силы хватает чтобы пробить бумагу и целлофан так что будьте аккуратны ну а на этом все всем покеда вам